Следующая точка это ниша бизнес-предназначения И что это за точка? Давайте ее посмотрим Ниша бизнес-предназначения Для прохождения этой точки необходимо скопировать к себе стартап и заполнить шаблон номер 2 Шаблон 2 ниша бизнес-предназначения Дальше на этой страничке, которая вы видите сверху, идет последовательность шагов Которые нужно сделать для того, чтобы скопировать страничку шаблона Ш2 к себе в стартап И что является прохождением данной точки Давайте откроем нишу бизнес-предназначения Вот я ее сейчас открываю Что она себе представляет? Сама точка помогает вам найти, определить, придумать свою бизнес-нишу, соответствующую вашему бизнес-предназначению И предназначение это высшая цель, высший смысл вашего рождения Если можно так сказать Движение по пути вашей самореализации приводит к реализации вашего предназначения И бизнес-предназначение это та часть вашего предназначения, которую можно реализовать через бизнес И соответственно, вот я сейчас сложно сказал, но по сути, если так простыми словами сказать, это о чем? Это о том, чтобы определить те ваши компетенции, или те ваши способности, или те ваши таланты В рамках которых вы и делаете свою самореализацию Или если совсем проще Что вам нравится делать больше всего? Что вам хочется делать больше всего? Что у вас получается лучше всего? Как из этого сделать бизнес? Как найти свою нишу Бизнес-нишу Опираясь на те способности, возможности, способности, которые у вас есть Может выглядеть достаточно сложно Но дальше Прохождение этой точки выглядит следующим образом То есть вы отвечаете на 17 вопросов, которые здесь написаны Вы отвечаете на вопрос Что у меня получается лучше всего? Вы можете заполнить эту страничку для себя Можете заполнить ее на своем стартапе Вы сами выбираете степень открытости этой информации Но это упражнение вы делаете для себя самого в первую очередь Можно это упражнение сделать на нашей игровой встрече Это один из форматов Где вы за 10 минут последовательно и быстро отвечаете на 17 вопросов Проговаривая то, что приходит вам в голову Первый вопрос Что у меня получается лучше всего? Второй вопрос Что мне нравится делать больше всего? Чем я занимаюсь в последнее время? Род деятельности Что по продолжительности я делал дольше всего в своей жизни? То есть чем я занимался? Что это было за действие? Что это было? Что это было? Когда я вдохновляюсь? Когда я вдохновляюсь? При каких условиях? При каких условиях ко мне приходит вдохновение? За что меня хвалят мои друзья, коллеги? Что меня просят делать? Что меня просят делать мои друзья, коллеги? Что является моими ценностями? Кто я по жизни? Ответ на этот вопрос это метафора Метафора, которая наибольшим образом сможет вас охарактеризовать Какие идеи других людей меня вдохновляют? В чем я профессионал? Что такое профессионал для меня? Как вы понимаете слово профессионал? Дайте свое определение этому слову Какие у меня есть способности? Кто меня окружает обычно по жизни? В каком окружении я живу? Что это за люди? Какие они? Какой у меня есть опыт? Назовите конкретные проекты, в которых вы участвовали Какой опыт вы там получили? То есть перечислите свое образование Свои работы, что вы там делали Какой опыт конкретно вы получили в этих областях? Шестнадцатый вопрос Когда и в чем я достигал успешного результата? И последний Чем я горжусь в своей жизни? Идея этого упражнения Или идея этой точки простая Если вы не определились еще со своей бизнес-нишей Если вы еще не определились со своей бизнес-нишей То тогда вам нужно пройти это упражнение Или это упражнение поможет вам определиться со своей бизнес-нишей После того, как вы ответили на 17 вопросов Вы записываете 10 бизнес-ниш которые приходят вам в голову. Просто записывайте 10 бизнес-ниш, которые приходят вам в голову. И последнее, что нужно сделать для выполнения этого упражнения, это проранжировать их по приоритетности, какая с точки зрения того, что какая из бизнес-ниш наибольшим образом соответствует вашему бизнес-предназначению с вашей точки зрения. Эту работу лучше всего делать с ментором, но можно и в одиночестве. Итак, вы ставите себе нолик, если вы уже определились со своей бизнес-нишей, и прохождение данной точки является для вас бессмысленным или избыточным действием. Вы ставите себе нолик, если у вас есть бизнес-ниша, которую вы хотите развивать, которая вас вдохновляет. Один крестик вы ставите себе, если скопировали шаблон к себе и приступили к заполнению. Два крестика, если ответили на все вопросы, и три крестика, если ответили и проранжировали 10 ниш. Мы с вами разобрали нишу, мы с вами разобрали точку, которая называется ниша бизнес-предназначение. Есть ли вопросы? Сколько крестиков и за какую глубину прохождения ставить по этой точке на экране игры? Еще раз, один крестик, если вы скопировали к себе шаблон, два крестика, если ответили на все вопросы, три крестика, если ответили на вопросы, записали 10 ниш и проранжировали. Спасибо. Спасибо.